Южная Корея Южная Корея Корейское правительство стремилось заманить китайских туристов за счет ввода безвизового посещения для тех, у кого есть билеты на игры стоимостью 200 тысяч вон или более, то есть дороже 183 долларов. По данным Оргкомитета Олимпиады в Пхенчхане, по состоянию на 5 февраля 77% из 1 миллиона билетов были проданы зрителям в Корее и за рубежом. По словам Центрального банка, крах в сфере туризма в 2017 году нанес удар по некоторым частям экономики, увеличив дефицит услуг в Корее и сократив ежегодный рост на 0,4% пункта. В Колумбию и Бразилию хлынули сотни тысяч мигрантов из Венесуэлы, спасающихся от экономического кризиса, передает агентство Reuters. Как следствие, страны ужесточили пограничный контроль. В ходе визита в приграничный регион президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил о введении более строгих миграционных мер. В стране перестали выдавать карточки на въезд для венесуэльцев и развернули дополнительные силы безопасности. Сантос предупредил, что его правительство будет строго преследовать любые незаконные действия венесуэльцев на фоне опасений по поводу роста преступности. Он также отметил, что Колумбия тратит миллионы долларов на поддержку мигрантов. Правительство Бразилии собирается перемести десятки тысяч венесуэльских беженцев, которые пересекли открытую границу в поисках пищи, работы и жилья. Цитата. Обе страны заявили, что будут принимать меры для подсчета числа венесуэльских мигрантов, которые въехали на их территорию. Бразилия через перепись и Колумбия через реестр, пишет Рейтер. 22 апреля в Венесуэле своего переизбрания будет добиваться президент Николас Мадуро. Ожидается, что он выиграет переизбрание, несмотря на рецессию, которая продолжается в Венесуэле уже пятый год. Более 50 тысяч мостов в США находятся на грани разрушения, передает NBC News. В Ассоциации строителей американских дорог привели такую статистику и назвали в своем отчете более 50 тысяч мостов структурно несовершенными. Как правило, средний период эксплуатации структурно несовершенной переправы составляет 67 лет по сравнению с 40 годами эксплуатации конструкций, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Длина проблемных мостов в совокупности составляет 1216 миль. Это расстояние между Майами и Нью-Йорком. Автомобили, грузовики и школьные автобусы проезжают по этим 50 тысячам структурно несовершенных мостов 175 миллионов раз в день. Так что это просто вопрос времени, когда очередной Миссисипи-бридж рухнет в воду, пишет издание. Цитата. Цитатистические государственные расходы на инфраструктуру в США превышают годовой ВВП Парагвая. Ежегодно на инфраструктуру тратится больше, чем на ВВП Гонконга. Согласно свежим исследованиям, быть одиноким не так уж плохо. Люди, не имеющие пары, обладают многими преимуществами по сравнению с теми, кто живет с мужем или женой. Издание Independent проанализировало разные научные работы на эту тему. Выяснилось, одинокие в среднем имеют больше друзей в соцсетях и в жизни, и более активно с ними общаются. При этом психологи замечают, что друзья, не связанные с семьей, очень важны для хорошего настроения, особенно в старости. Цитата. «Не имеющие пары имеют больше возможности развиваться физически. Исследования показали, что одинокие меньше подвержены ожирению и имеют более стройное телосложение», говорится в статье. «Одновременно у одиноких людей больше времени остается на творческое развитие своей личности. Незамужние и неженатые более мотивированы к получению образования и делают более успешную карьеру», подчеркивает Independent. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok